саша добрый день и я очень рад тебя видеть в нашей передаче уроки менеджмента привет здравствуйте мы с тобой находимся по разные стороны от нашей российской родины но будем говорить именно о российской практике в области предпринимательства ведь ты один из успешных предпринимателей я очень рад что сегодня мы сделаем эту передачу с тобой александр цель этой программы показать предпринимателям со всей россии и показать предпринимателей всей россии для того чтобы мы могли поделиться практическим опытом ну и первый вопрос которые которые я задаю всем предпринимателям где брать идею для своего бизнеса есть такой вопрос на самом деле не сказал что он очень простой. Многие предприниматели делают довольно серьезную ошибку. Есть такая поговорка «все побежали, я побежал». Когда есть какой-то тренд направления, понятно, что хочется там рубить бабла. Но в большинстве случаев, когда все побежали, основная масса людей, которые тоже хотят туда побежать, они уже сталкиваются с огромным количеством конкуренции. Причем, я бы сказал, что она не всегда корректная, может быть, даже. Когда вот с войной такое сочетание, да, вот этот клин, клин. То есть уже получается недружественная конкуренция. Клин людей, которые готовы предложить определенную услугу. Но первые, которые врезаются, они как бы получают... Здесь есть закон определенный, что первые получают порядка 80% дохода, 80% прибыли. Ну, может быть, окей, там, 60-80%. Вторые, они получают там 10-15-20% прибыли. А третьи уже 5-7. А вот десятые получают 0-1-0-2 от того, что получается. когда люди думают, им надо туда бежать, а когда уже и первые, вторые, третьи, пятые уже получили свои куски, да, ну, то есть кейсы. Когда они видят кейсы, когда они видят реальные результаты первых, вторых, третьих, пятых, они думают, и мне туда надо бежать. Вот они туда бегут, а получается так, что уже треугольник, да, треугольник, и внизу самая высокая конкуренция, самая большая конкуренция. И кто-то играет честно, кто-то играет, может быть, не очень честно, да. Вот в этой мешанине хорошего, плохого и так далее и тому подобное вот этих вот всех вещей получается, что люди гаснут. Переход из емных в предпринимателей, он зачастую связан с тем, что люди наталкиваются и говорят, все, я не могу быть предпринимателем, я хочу оставаться наемным, потому что я ткнулся, у меня не получилось и все. Субтитры создавал DimaTorzok